На дворе лежит снег, на календаре может быть февраль или март. И это означает, что пришло время вырастить землянику из семян. Вы спросите почему, а вот почему. Если вы когда-нибудь пытались вырастить рассаду земляники, то знаете, что это дело непростое. Самая большая проблема в том, что семена ее всходит очень плохо или не всходит совсем точка для того, чтобы семена земляники хорошо взошли, и выращивать ее будем на снегу. Земляник относится к тем растениям, семена которых начинают прорастать после окончания зимы и таяния снега. Вот и нужно устроить ей зиму с таянием снега. Возьмите невысокий контейнер, коробку или ящик, высота 6-7 см, и наполните его до половины легкой влажной торфяной почвой. Почву я покупаю в цветочном магазине и прокаливаю в духовке. А затем досыпьте снег до самого верха контейнера и слегка уплотните его. Дальше задача непростая. Нужно попытаться как можно равномернее рассыпать семена земляники по снежной поверхности. Очень уж они мелкие, но на снегу семена хорошо видны. Если где-то они насыпались скучно, помогите себе зубочисткой и раздвиньте их. Посев закончился. Теперь нужно создать для семен зиму. Для этого надо найти прохладное место. Можно поставить контейнер на холодный остекленный балкон, можно – в холодильник. Важно, чтобы температура была не ниже нуля, чтобы снег потихоньку таял. Снег будет медленно таять и постепенно затягивать в землю наши семена. На это уйдет несколько дней. Как только снег растаял, занесите контейнер в комнату, накройте его прозрачной пленкой и поставьте на подоконник. Дней через 5-10 семена земляники начнут прорастать. Пленку не снимайте, только периодически на короткое время проветривайте всходы, чтобы они постепенно привыкали к обычным условиям. Они еще такие нежные, что если чуть дольше оставить их открытыми, они могут погибнуть. К моменту, когда появится первый настоящий листочек земляники, растения постепенно привыкнут к комнатным условиям, и пленку можно будет снять. Так как в феврале, марте еще очень короткие световые дни, чтобы рассада земляники не вытягивалась, нужно дополнительно подсвечивать ее фитолампой или лампой дневного света. К вытянувшимся растениям понемногу и очень аккуратно подсыпайте землю, чтобы они не заваливались при поливе. Следующий этап – это пикирование растения в отдельные емкости. Главное, чтобы в них были дренажные отверстия для слива лишней воды. Я использую готовые наборы прямоугольных контейнеров. Они небольшие, а для земляники большие не нужны. Очень компактные и занимают немного места на подоконнике. Их можно использовать повторно несколько лет. Точка как вырастить землянику из семян. Очень удобно пикировать землянику в торфяные таблетки, но желательно импортного производства. Правда они довольно дорогие. К сожалению, российские торфяные таблетки качеством не отличаются. При размокании они не держат форму. Наполните емкость влажной почвой, пальцем сделайте углубление и погрузите в него землянику до семидальных листочков. Слегка прижмите землю вокруг растения. Не заглубляйте место, из которого растет настоящий листок земляники. Пересаживая, берите растение за листочек, старайтесь не трогать стебелек. Приблизительно через полтора-два месяца у рассады земляники вырастут три или четыре настоящих листика. Четвертый будет уже настоящим земляничным листом. С середины апреля можно выставить землянику в закрытую лоджию. Так как емкости, в которых она растет, небольшие, следите, чтобы земля в них под лучами солнца не пересыхала. Если уезжаете на выходные дни на дачу, убирайте рассаду от прямых солнечных лучей. Высаживать землянику в открытый грунт можно в конце мая, когда уже достаточно тепло. Земля на грядке должна быть плодородной с добавлением компоста. На кустиках должно вырасти уже не меньше шести листочков. Лучше всего земляника будет чувствовать себя в полутене. При таких условиях выращивание кустики земляники за лето могут хорошо подрасти и дать первый небольшой урожай. На второй год они будут плоды носить уже все лето.